Хочу сказать о том, почему поражение Барселоны вчера нельзя считать нелогично. Но это причина логичности победы Ливерпуля, она кроется именно в сезоне самого Ливерпуля. В принципе, по игре, которая была, Барселона не должна была проигрывать 4-0, и по отношению к Барселоне это, конечно, трагедия. Они вроде бы предприняли меры, чтобы не повторить то, что произошло в прошлом году с ними в Риме, когда они преимущество в три мяча упустили, сенсационно не вышли в полуфинал Лиги Чемпионов, которые должны были быть одними из фаворитов и противостоять Реалу в финале. В этом году играли вчера команды на равных, у Барса даже какое-то время было преимущество, и в принципе в первом тайме она могла, мне кажется, решать свою проблему, если бы команда немножко, может быть, более была уверена в себе и довела свои моменты до логического завершения. Но после первого тайма 1-0 было, вроде бы, ничто не предвещало, все равно сенсацией. Ливерпуль с травмированными лидерами, тем не менее, сумел забить три мяча, и я во втором тайме заснул, и когда потом проснулся, уже матч закончился, я в интернете посмотрел результат и удивился, и немножко даже, может быть, расстроился, потому что я за месяц болел в этом турнире. Но, с другой стороны, под нашим Ливерпулю это справедливо. Ливерпуль может при рекордном своем сезоне, набрав более 90 очков, всего лишь одно поражение, потерпев за весь сезон, меньше было только у Арсенала, который при этом 16, по-моему, лет назад набрал даже меньше очков, чем Ливерпуль, не проиграв ни одного матча при этом за сезон. При этом Ливерпуль может не стать чемпионом, причем не стать чемпионом, несмотря на свою героическую, отчасти, победу, да, при травме его лидера Салаха над Ньюкаслом вышел, а Риги, который резервно нападающим, даже, можно сказать, не совсем вторым центрофорвардом являлся после Фермина, и забил, принес победу, и здесь он сделал дубль, то есть травма Салаха, по большому счету, она оказалась как бы к счастью, не было бы счастья, да несчастье помогло Ливерпулю совершить это чудо, но позавчера, то есть за день до матча против Ливерпуля, против Барселоны, Манчестер Сити выиграл благодаря первому голу Винсанта Кампани, защитника, причем за первым гол в сезоне, и забитым вообще там невероятным ударом, мяч залетел в самую девятку, очень-очень был послан, и, ну, так удар на удачу был, и, то есть вот таким удачливым голом очень небольшая вероятность была того, что такое может произойти, то есть Кампани забил единственный мяч в сезоне, и таким образом может лишить Ливерпуль чемпионство, несмотря на весь героизм Ливерпуля, и, кроме того, Ливерпуль мне симпатичен, так же, как и большинству болельщиков других команд, которые хотят, чтобы Сити не стал чемпионом, потому что у Манчестер Сити фактически скамейка запасных, это второй, ну, не основной, может быть, состав, но, то есть, есть замены практически всем игрокам, у Ливерпуля команда играет длинный сезон практически одним составом, с небольшой ротацией несколько игроков, и вот в этом плане, конечно, то, что Ливерпуль это чудо совершил, это справедливо, но, опять же, может оказаться так, что Ливерпуль как раз ему может не хватить лидеров, если не восстановится Салах к финалу, ну, может быть, его бережет тренер и Фермина тоже, не надеявшись на победу над Барселоной, не знаю, вот, но в финале все равно я буду, наверное, больше Аяксу симпатизировать, как раз по той же самой причине, чтобы турнир выигрывала команда не такая денежная, как в последнее время случается, да, сколько лет подряд чемпионами были Реал, ну, это символ вообще денежного мешка, наверное, мирового, и Барселона, вот, в этой пятилетней серии, да, испанских, доминирование испанских команд, вот, и если победит Аякс, это будет, ну, в девяносто, каком они, в пятом побеждали, да, Милан, в шестом играли тоже в финале против Ивентуса, это было, был, может быть, не такого рода подвиг, как сейчас для этой команды, потому что разница в финансовом рычаге еще больше увеличилась, и тогда Аякс играл, по большому счету, на, выставляя игроков на продажу, да, своих звезд, и обновляя состав буквально каждые два-три сезона, звезды у них уходили, и там Денис Беркомп, Клюйверт и все остальные, вы, может быть, если с 90-х годов следите за европейским футболом, то помните голландских звезд, которые через Аякс прошли, и потом засверкали в других чемпионатах, и становили, делали чемпионами другие команды известные, вот, хотя, кстати, Арсенал так с Беркомпом не выиграл европейский титул чемпионов, вот, ну, то есть в финале я все равно буду симпатизировать Аяксу, и надеюсь, что все-таки в чемпионате Сити оступится матч против Брайтона, и пускай Ливерпуль там станет чемпионом, ну, если он все-таки выиграет потом турнир, тоже это будет, это будет за долгое время финал двух команд, которые мне симпатичны, и которые, ну, заслужили, как бы, своим вкладом в футбол этого сезона, стать победителем трофея, но Аякс, наверное, более яркой будет победой, если он сможет одолеть, ну, к тому же, надо, кстати, чтобы Торнхэм еще сегодня был обыгран, а Торнхэм может еще Аяксу насолить, посмотрим, как сегодня будут развиваться события в Амстердаме, будут болеть с голландцев.